Итак, дорогие друзья, вы видите, вроде бы как знакомый натюрморт, но не совсем знакомый. Я поставил вазочку, разложил тут вареница, мармеладица, так, и вот, как мне сказали, это вот такие сливы. Всё-таки прав я был. То есть, не лял чай, не сливы. В общем, сливовых это порода. И если вам как-то надоело уже в тёмном ключе работать, ну, допустим, хотя мне нравится, ставим два отражателя по бокам, меняем фон и меняем подложку. И мы с вами сначала проводим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И потом вот здесь, вот по этой, по боковине раз, и по этой боковине два, и, может быть, чуть-чуть опустим здесь и опустим здесь. Ну, и теперь мы пойдём с вами в фотошоп и посмотрим, как мы сможем это сделать в более светлом ключе. Окей? Поехали. Ну, что ж, давайте глянем. Ну, мы не будем, там я много экспериментировал, да? Так, всякие разные пробовал тут. Давайте откроем последний уже, где я уже более-менее пришёл к нужному результату. Вот так. Так, ну, мы видим, что вот это сверху свет, да? Но с боков не просвеченный, поэтому такой-то, какой-то сверху некрасивый вид. А вот тут уже хорошо. Так. Ну, понятно, что я сделал, да? Я здесь поднял температуру немножко вот так, да? Сейчас я вам покажу. Была настройка камеры по умолчанию, но она слишком холодная, да? Поэтому температуру поднимаем. Экспонент чуть-чуть. Так вот. Так. Так это было, вот так вот достало. Экспонент вот чуть-чуть, только тронем. Тени. Прибавим красочности немножко и насыщенности. Я думаю, вот так будет хорошо. Так, всё отлично. Открываем изображение. Оно у нас уже почти готово. То есть, чем ж тут стесняться. Понятно, да? Сейчас мы её выпрямим. Вот так. Рис. Всё. Ну, выпрямилась. И теперь берём наш инструмент 3 к 2. Вот так. И смотрим, как нам будет скрася в шито. Ну, скажем так, я бы остановился вот на этом варианте, да? Сразу же идём в изображение. Кадрировать. Тут у нас, в общем-то, ничего сложного нет. По мелочам единственное, что мы вот тут уберём этот блеск. Ты самый. Вот так. Ты самый. Так, мы идём сюда, подвинём. Всё. Готово. Так, тут какие-то пятнышки. Их уберём сразу же. Но они вам не нужны. Если какие-то ненужные пятнышки. На чайник я ставим. Он весь такой пятнистый. Ну, а это вот на сенсоре, конечно. Тут чуть-чуть сравняем. Вот так. Так. Что ещё? В остальном всё отлично. Тут какая-то упала штучка-дрычка. Вот так. Есть. Вот так. Вот так. не проблема поправить все готово да теперь мы пойдем тем же путем ребята мы возьмем новый слой сделаем здесь кружочек с растушевкой 300 пиксель запомню control shift и перевернем его инвертируем и заполним черным все так заполнили теперь естественно что мы сделаем расширим это дело и непрозрачность посмотрим вот как нам нравится допустим вот так чтобы не было у нас в темных тонах а только затемнены были углы так хорошо и посмотрим надо ли нам трансформировать стоп стоп отмена трансформировать да не то и беру я вот этот и здесь деформацию начнем делать сможем здесь поднять чуть-чуть здесь чуть-чуть приоспустить здесь сделать более светлый этот кусочек мы здесь так и оставим вот так даже чуть-чуть потемнее сделаем так хорошо и поставим здесь эту самую давай 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 все масочку и и здесь вот пробьем чуть-чуть вот так вот так вот это много то есть я хотел вот вот это вот так вот так вот здесь чуть-чуть есть а после этого мы соберем на одну control shift alt е берем тут мне не понравилось как бы видно да вот так вот так вот так вот правильно так если нам уж сильно захочется еще то мы поставим сюда коррекцию поднимем поднимем вот так вот чуть-чуть вот так раз до конца тут все делаем черную маску alt и и и берем белый наш кружочек давайте от варенье чуть-чуть я хотел вот вот этот кружочек так вот тут сделаем немножко так потом эту самую айву мелкую сливу так тут обязательно чуть-чуть подсветим такой красивый букетик простенький но симпатичный и вот тогда смотрим да где остановится на 100 процентов но где-то 84 будет достаточно так после этого зайдем еще раз зайдем фильтр на всякий случай усиление резкости сделаем умная резкость 55 я думаю будет достаточно 1 6 пикселей все ну и вот вам пожалуйста по сравнению с прежним он довольно таки светлый он более насыщенный цветом цветом и он мне тоже нравится ну скажите свое мнение если хотите всего доброго друзья до завтра если дождя не будет пойдем на дачу